МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомель у студии працуя Светлана Князева. Глядзите у гэтым выпуском. Вода повинна быть чистой. Две станции обезжарезывания сегодня открыли у Гомельским районе. Эфект полного погружения. У Мазирским кинотеатры «Мир» идуть срамотные работы с установкой сучасной техники. С корыстью и задовольнением каникулы, як махшимость выучить английскую мову, заняться спортом и навыд отримать судноходную практику. Час открывать купальный сезон. На гэтым тыдне у регионе чакается с пякоты до плюс 35. А зараз об гэтым и иншим больше подробязным. Две станции обезжалезывания воды открыли сегодня у Гомельским районе. Яны побудованы у вёстках Климовка и Романовича. Это протяг реализации программы «Чистая вода». Больше за 2000 же хоров Гомельского района будут забеспечены пятной водой, яка отповедает усім санитарно-гигиеничным нормам. Подробязности – в сюжете наших корреспондентов. Кирилл Соловьё живе у вёстки Романовича 15 годов. Гадует двоих детей. Пытание об якости воды дома стояло досыть востро, бо от яе залежит здоровье семьи и стан бытовых приборов. Качество воды, конечно, было не очень. Приходилось, конечно, жилищному хозяйству уделять особое внимание, промывать системы. Но надеюсь, что с введением этой станции будет гораздо меньше проблем, потому что качество воды существенно улучшилось. И даже вот я беру по приготовлению пищи, уже нет такой накипи. До заявления станции обезжалезывания у Романовича сколькость железа у воде перевышала норму у 3-4 разы. Мясовые жихары звертались у райжелкам газ. Специалисты проводили чистку сета, коли это давало короткочасовый эффект. Зараз это пытание вырешено, как минимум, на ближайшие 20 годов. На сегодняшний день содержание железа по норме 0,3. Здесь до 0,3 мы даже не доходим. То есть перекрываемся немножко норматив, где-то 0,25. То есть жители уже получают чистую воду. Ветевую, конечно, это достаточно хорошо, потому что шли к Мерезуму, к сожалению, не первый год. И вот достаточно быстро спроектирована была станция. И еще быстрее, конечно, такие сжатые сроки было построено. Станция у Романовичах очищает 14 кубометров воды за годину. За месяц отремливается 5100. Это не только достаточно, чтобы обеспечить чистой водой населенный пункт, но и предупреждает полный резерв. Сейчас до нее подключено 655 домов с центральным водозабеспечением, у которых живет, например, 1300 человек. Когда количество абонентов увеличится до 2000, то везут сделать другую сведровину. Станция без железа у Климауцы обслуговывает меньшую количество жихаров, тому и мая меньшую продуктивность – 10 кубометров воды за годину. Дарыши, на будавництво обо двух объектов со сродка у республиканского и областного бюджету было выдатковано свыше 320 тысяч белорусских рублев. При их узведении выкористовывали материалы и обсталявания альчинной вытворчасти. Старшиня Гомельского райвы-Канкама Алена Алексина отзначила, что зараз у районе працует 13 станций обезжалезвания, які что месяц очищают 72 тысячи кубометров воды. Сегодня жители искренне благодарны за то, что приходит качественная питьевая вода. Таким образом, мы обеспечим необходимые условия для здорового питания, для качественного питьевого водоснабжения. И верю в то, что обоснованные жалобы наших граждан по качеству воды, они сами собой будут разрешены. До конца года в Гомельском районе открыть еще две станции обезжалезвания воды в везках Грабовка и Марковичи. Еще пять объектов заплановано на будущий год. Пять увели у эксплуатацию летось. Ганна Корольчук, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район. Мазырский кинотеатр «Мир» ждет глобальные перемены. Сейчас тут идет установка новых проекционных и акустических систем. Конструкция уникальная. Лишь боевое лазерное обсталявание с звуковым сопровождением и экраном четвертого поколения. Когда весь комплект будет собран, глядачи отримают мощность максимального погружения в атмосферу фильма. Так называемый объемный звук в формате «долбий атмос». И он позволит получить более полную остроту ощущения от звука. То есть зритель, получив качественное изображение и качественный звук, попадет, ну, как минимум, в зал, кинозал премиум-класса, который устанавливается на данный момент в хороших кинотеатрах в Европе, в России, в том числе, ну, на территории Республики Беларусь. Вот такого состава оборудования, ну, по крайней мере, точно нет. Это я могу сказать 100%. Перетворение шока и сам будинок. Идуть рамонт и офарболка. Уже установлены витражи галерейного шкления. Информация про премьеры и показы будет размешаться на великих лайтбоксах. Кап рамонту подвергнется на вот лестнице, к авиаде до кинотеатра. Мы это делаем для наших зрителей, чтобы они любили кинотеатр «Мир» и чтобы любили сюда приходить. Первый сеанс состоялся в 1984 году. С этого момента больших ремонтных, капитальных ремонтов не производилось. Поэтому в этом году мы попали в проект для обустройства нашего кинотеатра, чтобы он был красивый, чтобы он был привлекательный, чтобы мы могли в нем показывать лучшие фильмы на лучшем оборудовании, новейшем оборудовании. И чтобы это было приятно нашим зрителям. Грандиозные пирамены стали мягчими, дякуючи патринции районного и областного выконкамов. Нагадаем, Мазир увайшел в программу 11 городов по скоронным развитиям. Одна из ее головных метов – створение комфортных умов проживания в тем лику и в плане вольного часа горожан. Тематичные занятки, спортивные гольни и творче от починок. В связи с эпидситуацией количество наведывальников детских летних лагеров, которые работают при научных установках, все лета изменилась. Но ждет, что провести с корыстью еще один месяц все равно хопает. Наши корреспонденты подчинялись, чем занимаются дети на начале каникулы. Работа лингвистичного лагера в Гомельской средней школе номер 44 каждый день начинается от нолькова с вымиренной температуры. Увагуле таки лагер в этой научной установе працую пятый год. Все лета у им 10 наученцев, теперь уже шостого класса. Меньшим было летось, аль и у гэтым есть свой плюс. На кожного припадает больше часу для поглыбленного выучения английской мовы. На ее, до речи, тут размавляюсь практически постоянно. Наставники кажут, что не глядячи на узрост, гэтая учни на бытовым узровне мову ведают вельми добра. Хоть стольки занятками расклады работы лагера не обмяжовывается. Шмат часу удельники проводят на свежем поветре, правда, все лета только на территории школы. Увагуле 44-ю сами школьники и наставники называют экспериментальной, сучасной, творшей, доброй, веселой и спортивной. Калі меркаваць по работе летнега лагера, гэта саправды так. Учителя проводят занятия по изучению английского языка, различной тематикі, у них дзень, каждый день новое мероприятие. Невозможные спортивные мероприятия проводятся с детьми. Это и эстафеты, это и игры на свежем воздухе, это и квесты. Дарыши, кожный день с 17 до 19 годин для усіх жадаючих на территории 44-й Гомельской школы працую спортивная пляцовка. Занятки спортом в гэтым годзе увагуле карыстаюцца великой популярнасцю. Уверсне мянулого года пасля капітального рамонту в специализованной децячо-юнацкой спортивной школе Олимпийского резерву Мазырского района открыли бассейн. Крыху пасля адрамонтовали еще и некольки залов. Теперь тут можно займаться вольной боротьбой, дзюдо, легкой и тяжкой атлетакой, акробатакой. У вучебно-тренировочных группах прикладно 700 человек. Шмат хто з их вырышил не спонять занятки спортом и у летний период. Правда, нагрузки у спорту на оздоровленшем лагер не такие вяликие, як подчас звычайных тренировок. Это все ж таки отпочинок. На базе данного учреждения функционирует спортивно-оздоровительный лагерь. Большой объем детей будет охвачен оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в летний период. 47% от общего числа всех занимающихся. Тренировки проходят в таком штатном режиме, но все же, так как это все-таки спортивно-оздоровительный лагерь, применяются больше игровые виды работы, и тренировки проходят не в таком усиленном режиме, как они проходили весь год. Олег Сюньцеров, Миколай Скинтиян, Яуген Макеенко, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». А что может быть лепш, чем провести каникулы на свежем поветре, коли побачь, рака и лес, а ты стоишь на палубе теплохода? Такая макшимость есть у юных мароков, которые наведывают объединения по интересам в Гомельском городском центре додатковой адукации детей и молодых. На теплоходах, где проходят летние практики, юнаков и девушек, побывала Марина Джалая. Колик Лязовичу, 17, юнак из Солигорска, в Гомеле живет год, поступил в лице Рочного флота. Подчас практики на теплоходах Нептун и Ярмак отримывает додатковую адукацию. Тут юнаку вельми подобается и в будущем он видит себя капитаном. Видать, захопление водной стихии это спорченное. Протки Миколая так само были связаны с флотом. Трешие, юнаки и девушек тут не только отпочиваются и учатся, но и несут вахту, занимаются уборкой, допомогают коку готовать ежу. Что самое сложное, что самое интересное и что заставляет тебя приходить сюда снова и снова? Приходить сюда меня заставляет именно любовь к судам, к их устройствам. Мне нравится их устройство, изучать, как они устроены, какой механизм, что отвечает, разбираться за все это. Сложно, конечно, запоминать все эти термины, определения, но по той же самому это делаешь на практике, это все легче запоминается. Татьяна Сердюкова уже 7 годов капитан теплохода «Нептун». Усяго в клубе «Юный Марак» працует 36-й. Самое интересное, что летчиком альбо капитаном марила стать с детинства. У Гомельский политехнический техникум у свой час поступила только с третьей спробы. С початку девчат туда не примали. Отримала дипломы и по размеру не трапила в Уссурийскую тайгу. Потом вернулась в Беларусь. Капитан каже, что працовать с детьми это великое натхнение и задовольнение. Уже два года ко мне приходят ребята с лицея речного флота. То есть они уже выбрали своей специальностью тоже судовождение. И у меня они занимаются дополнительно ко всем занятиям. И мне, вы знаете, даже очень, ну на душе даже радостно, что вот есть люди, которые все-таки свяжут свою жизнь с флотом. На теплоходах «Нептун» и «Ярмак» плавальную практику проходят навучшенцы объединений по интересах юный марак, юнга и рулевые мотористы. Зараз экипажи рыхтуют до поднятия на слеп и проходжения классификационного огляду. Его кошт каля 5 тысяч рублей плюс сам подъем и ремонтные работы. Глядяши на все навучшание объединений застанется для юнаков девчат бесплатным. Огляд и ремонт зробят за бюджетные сродки. Пытания передачи теплоходов к белорусскому речному пароходству больше не стоит. Вопрос прорабатывался по поводу передачи теплоходов к белорусскому речному пароходству. Однако на сегодняшний день теплоходы, экипажи теплоходов готовят к поднятию на слеп к прохождению классификационного освидетельствования. На теплоходах «Нептун» и «Ярмак» нашего центра занимаются дети, которые обучаются в объединениях по интересам юный моряк, юнга, рулевые мотористы. Дети у нас ходят разного возраста и школьники, а также ребята, которые обучаются в колледже личного флота. Все лето с липенья для удельников объединения организуют два походы по рации. Треже экскурсии на теплоходы «Нептун» и «Ярмак» что день проводят и для вушнив у гомельских школ. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадуя компанию «Гомель». Пока дети отпочиваются, батьки будущих першоклассников рыхтуются до подачи документов на залешение у школы и гимназии. Прием заяв почнется 12 червяня и завершится 15 жнивня. Спочатку у первой классы примаются дети, которые проживают в микрорайоне, где размещена установка адвокации. Батьки пишут заяву, представляют посвященные обнаражения детяти або документ, який свящает особу, медицинскую доведку об стане здоровья. На свободное место примут дети, которые проживают в других микрорайонах. В этом случае в период с 12 червяня по 15 жюня батьки подчас приема директором школы и граждан покидают заяву с просьбой принять сына цедачку в первый класс. Заява будет зарегистрирована в специально отведенном журнале. Прием остальных документов медицинской доведки об стане здоровья посвященные обнаражения детяти для залечения на свободные мессы будет ожитивляться с 16 по 28 жюня. Таких детей примут в первый класс в парадку черговости подачи заяв батьками. Протягиваем выпуск. Не глядячи на снижение захворывания на COVID-19 в некоторых регионах краины беларусам варто протягнуть и выполнять оховные меры. Такие рекомендации дает Министерство оховы здоровья. По меркованию медиков с приходом лета люди самозаспакойлися. Разом с тем вирус протягивает циркулявать. Про это треба памятать. Во всех местах массового сбора людей обовязково носить маски и выполнять меры социального дистанцирования. На открытом поветре, например, в парках, скверах ношение масок нем это сгодно. В уголе их выкористание позволит оборонить не только себе, а и и инших от заражения, бо иснують выпадки безсимптомного проходжения инфекции. Усе маски, которые продаются в аптеках, являются эффективным средством обороны при их правильном применении. Разом с родителями в Гомеле стартовал новый проект Белорусского Республиканского Союза молодей, присвеченный году малой родины. Волонтеры предлагают огульными намаганиями доброупорядковать детячие пляцовки. Как реализуют эту идею, расскажет Ганна Корольчук. Первой кропкой нового проекта БРСМ в Гомеле стала территория детячего садка номер 111. Активисты пропоновали керевництву установы створить тут экологичные огороды, так само усталевать шпаковни. Идею подтримали, а до працы так само запросили маленьких выхованцев, яким текаво ознайомиться с новокольным ассародзем и вучиться новому. В этом мероприятии участвуют детки трехсадовых групп. Это средние и старшие детки. Мы решили совместно с студентами организовать уголок луга, поля и лекарственных трав. Это еще делается для того, чтобы воспитывать у наших детей и любовь к природе, любовь к родному краю и, конечно же, умение трудиться. Огород вырешили поделить на три зоны. У якости полевых рослин для посадки выбрали лен и овес. Зону луга засадили васильками и рамонками. На клумбе лековая аптека разместилась мята и календула. На протягу лета дети будут доглядать за посадками и чекать цветения. Дорогий новый проект корыстный не только для малых а и для студентов. Большая из них будут наставники, для которых такая суместная праца стала первым педагогичным опытом. В акции у нас участвуют 9 человек актива союза молодежи. Это факультет геологи и графический, факультет психологии и педагогики и также экономический факультет. Сегодня в этот прекрасный солнечный день в рамках проекта «Разом с батьками» мы благоустроим площадку детского сада, создадим новый уголок для детей. Ну и тем самым наши студенты будут взаимодействовать с воспитанниками детского сада. Дети в свою очередь подрихтовали для гостей подарунок театрализованную указку на белорусской мове и народные гульни. Проект «Разом с батьками» продолжится во всех регионах Беларуси до 19 червня. Так, например, у Речицы и везцы Радуша Жлобинского района молодые семьи плануют отремонтовать детские гульневые пляцовки. Ганна Коральчук, Александр Харламп, отелерадиокомпания Гомель. Беларусам на этот день ждет правильная спякота. За этого синоптики обвестили оранжевый уровень безопасности. В ближайшие сутки в нашем регионе будет до 19 градусов в ночи и до 32 в день. Опадков не ждет. И подобный характер на дворе захавается на протягу усяго этот день. В пятницу слупок термометра может передолить отзнаку 35 градусов. Час открывать купальный сезон вядома с захованием всех правил безпеки на воде. Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадо компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На гэты выпуск завершенный усяго доброго и до встречи у эфиры. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Николай Скинтиян здравствуйте. Трагедия в деревне Найда Житковичского района. В результате пожара погиб человек. Возгорание произошло в одном из домовладений. Его хозяйка жительница райцентра использовала территорию в качестве дачи. Однако около двух месяцев назад в хозяйственной постройке во дворе дома поселился мужчина без согласия владелицы. Приезжая на дачу женщина выгоняла его, но гражданин продолжал периодически посещать домовладение. После сообщения о пожаре на территории дачи на место выехали спасатели. При проведении разведки спасателями на полу в коридоре был обнаружен обгоревший гражданин соседей. Мужчина характеризовался посредственно, злоупотреблял спортными напитками и курил. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается, рассматриваем версия неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар уничтожил имущество в двух жилых комнатах, закопчены стены и потолок в доме. Проверку проводит Житковический районный отдел Следственного комитета. Сотрудники МЧС Калинковического района помогли женщине выбраться из питьевого колодца. Сигнал поступил из деревни Клинск. Местная жительница упала в неэксплуатируемый колодец глубиной 4 метра. Уровень воды в нем полтора метра. Без помощи спасателей обойтись не могло. Используя спасательную веревку и штурмовую лестницу, женщину вытащили на поверхность. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавшую госпитализировали в районную больницу. Сотрудники МВД задержали троих хулиганов в возрасте от 27 до 32 лет. Мужчины арестованы, в их отношении возбуждены уголовные дела. В Житковическом районе начальник местного охотхозяйства встретил компанию в лесу. На требование осмотреть автомобиль, а также показать документы, которые разрешают находиться на охотничьих угодьях, мужчины отреагировали агрессивно. Угрожали ему расправой, заблокировали служебный автомобиль, когда тот попытался уехать. Злоумышленники скрылись после того, как начальник охотхозяйства вызвал милицию. Вскоре правоохранители установили личности беглецов. Один из задержанных местный житель, остальные из столицы и Минской области. Все трое неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности. В ходе обыска в жилище одного из фигурантов позже изъяли охотничье гладкоствольное ружье. Кроме того, оно было не зарегистрировано, но в тот же вечер товарищи сожгли охотничьи вышки. Сейчас оперативниками 8-го управления ГУБОП и КМВД по Гомельской области проводятся все возможные мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности арестованных. Первые выходные лета завершились неудачно для 45-летнего водителя Volkswagen Passat и его пассажира. Инцидент произошел в Петриковском районе. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся. Всему виной неправильно выбранная скорость. Водитель не справился с управлением. Мужчины получили травмы и госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская ВРЗ с поражения начал финальную серию чемпионата Беларуси по мини-футболу против Витена. Игра проходила в Оршем. Первый тайм остался за вагоностроителями. Иван Заяц оформил дубль, отличившись на третьей и девятнадцатой минутах. Удержать победный счет подопечным Анатолий Яновского не удалось. Дмитрий Клочко и Артем Якубов сравняли цифры на табло во втором тайме. Исход матча решила досадная ошибка Гомельчан. Запущенный за мгновение до сирены об окончании овертайма в сторону гостевых ворот мяч Артем Золотухин остановил руками. По правилам этого делать было нельзя. Полученный фол оказался для вагоностроителей шестым. Витен получил право на 10-метровый. Артем Рось переиграл Юрия Дегтяренко. 3-2 победа энергетиков. Теперь серия переезжает в Гомель. Второй поединок пройдет 11 июня. В чемпионате Беларуси по футболу высшей лиги сыгран 12-й тур. Мозырская славия принимала Гродненский Неман. Хозяева пропустили уже на 19-й минуте гол на счету Зорана Марушича. Вскоре форварду Немана не менее эффектно ответил Франсис Нарх. Правда, последнее слово все равно осталось за сербом. В заключительные 15 минут игрок гостевой дружины отличился дважды, оформив хит-трик. В турнирной таблице после 12 туров славия с 15 очками на 11-м месте лидирует Батэ с 26 баллами. Андрей Мочалов возглавил мужскую команду гонбольного клуба Гомель. Последним местом работы 43-летнего специалиста был БГК имени Мешкова, где он тренировал дубль. Начинал свою тренерскую карьеру Андрей Мочалов помощников главкома женской команды Виктория Берестия. Гот возглавлял женскую юниорскую сборную Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.